Всем здарова танкищики и подписчики, я вам желаю приятного просмотра, всего наилучшего, потому что сегодня я специально там всякие контосики пооткрывал, раньше да, я это просто еще никому не показывал, но хочу показать эти лучшие открытия, ну или просто рандомные, что будет никто не знает. Так что друзья, я собирал мега контосы, мистики, всякие конты прикольные, так что вам будет интересно. Напишите пожалуйста, что вас интересует в игре больше всего, это очень прикольно, а еще напишите пожалуйста, что вам в последнее время выпадало, и самые лучшие открытия попадут завтра в следующих роликах, или в одном ролике в общем, в комментарии, возможно именно вы попадете в конец видео. Кстати, здесь еще розырыш даже кручу немножечко иногда, ну за это сорян. Так вот, что я хотел сказать, хотел сказать то, что досмотрите ролик до конца, я загадаю танчик, в прошлый раз я немножко забыл, но в этот раз надеюсь я не забуду, подготовлюсь заранее. А для чего нужны антенны, друзья? Многие задают вопросом. Есть уже видео на ВГ, такое официальное, и там вот эти вот, мне кажется это будет розырыш, выглядит оно как розырыш, поэтому скорее всего это будет розырыш. За одну антенну можно делать один прокрут, и внутри неизвестная награда, либо она будет известна прям там, либо неизвестно будет никому. В общем, будет прикольное что-то. Так что вот так вот. И чудо смотрите до конца, потому что где-то, давайте я в этот раз расщедрюсь, целых 10 комментариев в конец видео, я в общем так и рассортирую, поставлю, и вы попадете, аж 10 человек попадут в видео. Так что, пишите пожалуйста комментарии с лучшими открытиями, и у вас будет отличный шанс на следующие видосы попасть в видосик. Так, а я пока что открываю, в общем, песочные контейнеры, и опять-таки, опять-таки, пока я это все делаю, я думаю вам будет интересно, если я расскажу какую-нибудь историю из жизни, потому что у вас тоже какие-то истории из жизни по любасу встречались. Но я вам желаю приятного просмотра, лучшего печенюшка поедания, там, кофе, заваривания, чейка пить, что вы там только не делаете. Ну и конечно же, погнали. Так, что же мне рассказать такое интересное, вот на какую тему интересно? Так-так-так-так-так-так, я помню, знаете, что, помню аттракцион такой был в парке, когда-то в детстве, когда я жил, там в городе, и в общем мы на аттракцион пошли, ну, знаете, там колесо обозрения, еще всякое-всящее, а еще есть такие вот водяные, как бы, лодки, только они как бы надувные этих, как это называется, в общем надувные лодки, которые не на воде, а просто, как бы, ну, знаете, такая палатка здоровенная, и там, типа, люди вот управляют этими, но было очень прикольно. Ну, я был маленький, мне просто не дали, знаете, как было, ну, жалко, конечно, я же тоже хотел порулить. Я, конечно, был маленький, но все равно, было бы прикольно вообще. Пишите комментарии, если вы тоже катались на таких вот лодочках за рулем, с рулем, то есть, как бы машинка, да, вездеход, типа, ну, короче, было прикольно. Фух, что еще такое рассказать, хорошенькое. Давайте я пока вспомню, и посмотрим, что мне выпадает. Миссик 2 уровня, мамма миа. Ой-ой-ой-ой-ой, только не это, что же выпадет, что же выпадет? Понял. Ну, это же ВГ. Ладно, шучу. Нам часто везло, на самом деле, друзья. Мы не должны смотреть на плохое, никогда, потому что, потому что, во-первых, друзья, шансы есть шансы. Естественно, что не всем повезет, потому что шансы есть шансы, не забывайте. И даже вот на эти сертификаты всего лишь 5%, это даже действительно, ну, шанс для меня это большой, потому что я, как бы, ну, предпочитаю открывать там на третью секундочку и так далее. Сейчас я просто открываю, у меня там выпадает недорогой танчик. Но, в целом, я знаю, как открывать правильно, чтобы выпадало больше по процентам именно. Но сейчас я просто открываю. И вся фишка в том, друзья, что не нужно расстраиваться, если вам падает что-то такое, ну, слабенькое. Просто прислушивайтесь к тому, что я говорю, и кто не верит реально, что он работает на третью секундочку, на вторую, на первую. Это все очень работает, друзья. На каждый контейнер есть свои шансы. На полторы секунды, на две, четыре. Это все очень работает. И самое главное, что вы должны просто в это поверить, потому что многие-многие люди также, также, по моему совету, открывали, и им тоже очень везло. Так что, вот таким вот образом мы можем все это сделать. Кстати, друзья, пишите, знаете что? Смотрите видосики, видосики короткие мои тоже, потому что они очень часто полезности всякие приносят. Если вы хотите бонус-код, то загляните, пожалуйста, на шорт с бонус-кодом новым. Кто еще не в курсе, на VG есть бонус-код. Он дает там 300 тысяч серебра, дает, получается, сейчас, секундочку, получается, 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 дает один контейнер с аватаром обычным. Такой себе, но все равно халява, как бы. Вроде бы там еще дают иксы. И если зайти в игру на Евросервере с VPN Германии, именно с телефона, друзья, я вам, как бы, советую VPN Сатоши. Сатоши VPN, потому что с него реально Германия нормально работает, и можно сойти, и там можно бесплатную аватарочку одну забрать. То есть, аватарка там утки, то ли в космосе, то ли поджаренная, то ли всякое-всячное, короче, прикольное. Так что советую, вот халява есть халява. Так, чтобы еще такое полезненько вам рассказать, давайте, наверное, моменты жизни попробую вспомнить. Какой-нибудь такой шикарный, что прям, ух. Кстати, сертификатики, что выпадет, что выпадет? ПЗ-4 и ПЗ-38, и Валентайн-2 за 1500 золота. Уе, М3 легкий, класс. Два танка дорогих, которые я, по сути, продам. Вот это я понимаю. Эти, кстати, открытия были совсем недавно, поэтому я думаю, вам понравится. Фух, ну что могу сказать. У меня здесь лежит два бутика, очень-очень прикольные. На них хлебушек, там икра. Домашняя кабачковая икра. Мама приготовила. Очень вкусно, но я еще не пробовал. Но я знаю, что очень вкусно. Также у меня квас, давайте попьем, наверное, немножко. Здорово. Короче, друзья, пишите комментарии, что вы любите больше всего в этой игре. Бои катать, контейнер открывать, чё-нибудь. Или неожиданно получите 100 тысяч золота. Что совсем не у многих. Фух. Самое главное, не расстраивайтесь никогда, друзья. Вы должны изнутри быть сильным духом, понимаете? Даже если вам выпадет только два косвободки с мистиков 10 штук подряд. Просто будьте сильным духом, но что бы ни случилось, вы обязаны просто быть сильными. Вот и все. Чтобы никакая мелочь вообще. Мало того, что вас не должна сгибать не просто мелочь, а какая-то серьезная ситуация. Так мелочь, тем более вообще просто. Вы должны не обращать внимания на такие вещи. Ой. Вы думаете, наверное, позитиво, а нет хейтеров. Так всё чётненько. На самом деле, да, хейтер есть. Я как-то заходил в Дискорд, Тенц Блиц и Вот Блиц. И там были люди, которые матюкались, очень плохо себя вели. И я удивлен, что такие есть вообще на самом деле. Потому что в основном, если кто-то пишет комментарии, там, с матами что-то типа того, я сразу удаляю эти комментарии. Я их все фильтрую всегда. Потому что я не хочу, чтобы в моих комментариях на Ютубе были всякие нехорошие поведения всяческих людей. Так вот. И да, хейтер есть, друзья. Но самое главное, что мне всё равно, что они там делают. Это их проблема. Потому что что человек сеет, то и пожинает. Если он ищет зло, зло от него не отступит. И к нему как раз таки придёт. Но я, ребятки, ищу добра. Поэтому, слава богу за всё. Вот так вот всё. Что человек пожинает, точнее, что он сеет, то и пожинает. Не забывайте. Это очень важно. Так, у нас есть Собери все. Ещё и Мистические контейнеры. Ух. Я просто стараюсь скипать их. Честно, да, такое чувство, как будто их понерфили. Вот именно, когда добавили бустер золота один. Поначалу ещё сертификаты падали. Но пока что, ну, что-то такое вот слабенько выпадает. Ладно, подкрываем кучу песочка. Так, чтобы ещё такое рассказать интересненькое. У меня есть шоколадный батончик с орешками. Он у меня лежит, я не знаю, уже два дня, наверное. Я люблю растягивать. Просто смотреть, что у меня есть вкусняшки. И просто радоваться тому, что они у меня есть. Всё. И даже, может быть, их почти не есть. Да. Так, ещё, чтобы такое рассказать хорошенькое вам. Так, на море ситуацию я уже рассказывал, как я чуть не утонул. Я думаю, не все, конечно, это слышали. Но я думаю, рассказывать, не рассказывать. Просто там было мелководие спустя некоторое время. И как-то папа меня взял и нёс через глубины. Ну, я думал, а что-то, что-то он мне несёт. Я даже не понял. А потом, когда мне захотелось назад, мне же надо было через эти глубины пройти, но я этого не знал. Короче, я чуть не утонул, но папа, в общем, успел. Всё нормально. Воды немножко нахлебался, конечно. Но потом нормально себя. А потом такой, ахахаха, я не хочу. Ребят, смотрите, мистик третьего уровня. Но сначала песочек откроем. Короче, было реально, ну, не очень. Я после этого не хотел купаться долгое время. Так что, да, как-то так. Так, мистик секундайте третьего уровня. Давай, 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 давай. Ребят, как думаете, что выпадет? Что выпадет, что выпадет? Ну вот, 20к свободки. Я не расстраиваюсь, не расстраиваюсь. Хотя до третьего уровня могли выпасть три стакля золота. Ну, что поделаешь. Не судьба немножко. Фух, ладно, друзья. Что могу сказать? Если вам всем нужна помощь с донатами. Например, вы живете в России, и вы не можете донать на евро. И вы задаете мне сейчас такие вопросы. Типа, как донать на евро с России и так далее. Или с евро в Россию. В общем, скажите, ребят. Просто, просто узнайте мой ЛС. Напишите мне в личку в Телеграм. Обычно я закрепляю Телеграм под видео подобным. Где я покупаю такие наборчики и показываю вам. И там в комментариях будет закреплен Телеграм. Я еще такого видео не сделал, но оно уже, скорее всего, есть. Так что, просто имейте в виду. Заходите на канал, ищите. И просто есть ссылочки на чат, на группу и мой личный Телеграм. Вы можете найти уже через группу в Телеграме. Там я все вижу, кто что пишет. И, в общем-то, можете со мной там связаться. И самое прикольное то, что я вам помогу с этим всем. И вам действительно будет приятно. Все останутся довольными, и все будет четенько. Так. Ну, а если кто-то смотрит меня из России, и у него вот буквально вот YouTube уже очень тупит, то я вам советую использовать VPN американский желательно, чтобы... Ну, просто, если вы будете использовать VPN, то без разницы какой, да? Но с американского именно мне будет больше пользы, потому что там монетизация самая дорогая. Но это уже чисто, знаете, если хотите помочь просто, все равно через VPN будете смотреть скоро. Потому что в сентябре хотят YouTube закрыть, и это правда, друзья. Не слушайте людей, которые говорят, что это все скам. На самом деле это правда. Так что вот так. Вот YouTube уже потупливает в России. Я, конечно, сам живу в Украине, но многие люди говорят, что YouTube очень тупит и так далее. Поэтому уже. А в сентябре хотят его полностью закрыть. Посмотрим, друзья, посмотрим. Самое главное, знайте, будьте готовы установить какой-нибудь, или заранее установите VPN. Желательно, чтобы был американский, чтобы все работало как надо. Так. Я же вам советую на телефон сатуши VPN. Там буквально один раз рекламку посмотрел, и все. И сразу можно пользоваться им сколько хочешь. То есть очень имбовый VPN. Вот и все. Там реклама 5 секунд длится. Я думаю, это достойно. Так, туда. Кстати, я еще подготовил для вас мека-контейнеры отдельно. А в конце будет самое сочное. Ну, посмотрим, что там будет. Так, 300 золота выпадает. С плюсом или просто. Так, собери их все. Ну, в общем, такие стабильные выпадения. Что еще такое вам сказать? Аккаунт из новеньких, как вы видите. Я побольше это все записывал, чтобы вам было очень интересно. Вот это я понимаю. Так, ладненько. Что еще такое рассказать, хорошенькое? Помню, когда братья и сестра ходили на легкую атлетику в детстве. А я был еще маленький. Ну, я был маленьким, но я бегал часто, быстрее всех взрослых. Короче, да. Шустреньким был. Я любил очень сильно бегать. И по школе, и не по школе. Просто понимаете, это было здорово. В этом была какая-то свобода. За тобой никто у нас не может. В общем, было прикольно. Так, черный ящик первого уровня. Неплохо. Посмотрим, что с этого всего выпадет. Так, еще черный ящик. Что за везение? Не понял. Э, нормалек, да? Так, ну и три наградки. Это меги. Фух. Я думаю, в вашей жизни тоже случалось очень много моментов. Интересно. Давайте сделаем так. Следующее видео я не только лучшее открытие помещу, но просто самые лучшие комментарии, просто комментарии, я помещу следующее видео. Возможно, 10 штук. Не знаю. Но в этот раз только я расщедрюсь, и 10 штук это все вам покажу. Так что, да. Ждите до конца. Там вот самое интересное, потому что именно вы можете сейчас попасть в видосик. Это будет очень для вас, мне кажется, радостно. Кстати, друзья, здесь... А, простите, конечно, но черные ящики я не открою. Здесь я чисто меги собирался. Ай, понимаю. Так, ладно. Ну, что могу сказать? Сейчас будет самое интересное, друзья. Это последний мега-контейнер сейчас будет, а потом я для вас подготовил сюрприз-конты. Ну, не сюрприз-конты. Здесь такие конты. А вот, 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 вот. 40 штук с плюсом мистики. Чё, сертификат сразу? Сразу везение просто апопенное. Так, ладно. Мистический контейнер 2-го уровня. И чтобы вы понимали, друзья, чтобы вы понимали. Да, эти мистики уже новые. О, еще сертификат. Ну, знаете, иногда очень везет. Вот и все. Хочет этого или нет даже. Так что и вам рано или поздно повезет. Просто верьте и ожидайте. И самое главное, как можно больше в жизни сети добра, ребят. Смотрите, попадаете в артификаты по КД. Ладно, давайте загадаю танчик, который вы, возможно, не отгадаете. В общем, танк будет 6-го уровня. Он коллекционный, он редкий. И он напоминает КВ-1. Блинчики. А пушка у него где-то на 200 с плюсом среднего урона за выстрел. И я думаю... Нет, пушка на самом деле еще больше, друзья. Пушка 350 средний урон. Вроде бы так. Но я точно не знаю. Либо 200 с плюсом. Гоняет он достаточно... Ну, да, медленно, чуть быстрее. Бронирование у него хорошее. Не прям идеальное, но хорошее. Думаю, все, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Это танк 6-го уровня. И попробуйте его отгадать. А сейчас самое интересное. Так, это местики 2-го уровня. 2-го, 2-го. К сожалению... Да, друзья, вот так вот. Сертификаты. Вау. Неплохо. Объект 2274 и Т-34 экранированные. Что могу сказать? Вот комментарии, которые попали в видосик. Так что, друзья... Да, еще ранее я это все вам показал. Баджер выпал, да ладно? Че это... А, сертификат был, понял. Жестко. Ладно, друзья. Я вам желаю счастья, здоровья, всего наилучшего. Пожалуйста, с вас лайкосик. И жду вас в телеграме по услугам. Покеда и отличного...